Тяжелой ошибкой является попытка построить дом, сэкономив на профессионализме строителей. Почему каждую из этих строек начали? Почему были так уверены в успехе в начале? Потому что не знали полного бюджета. Приходилось рушить мечты о чудесных, почти бесплатных способах отопления. Я решил рассказать об ошибке, которая совершается на стадии проектирования и усугубляется на стадии строительства. Где продавец? Где производитель? Сейчас начнем, а потом разберемся. Так что же делать? Как строить правильно? Здравствуйте, меня зовут Андрей Бобренков. Я руководитель строительной компании БАКО. А мы продолжаем короткий цикл видео на тему 5 ошибок при строительстве дома. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к нам в мессенджерах, чтобы не пропустить новые полезные видео. Все перечисленные мной в этом цикле ошибки не относятся к техническим или технологическим аспектам строительного процесса. Они скорее связаны с планированием и организацией строительства. Первое. Выполнение строительных работ на основании эскизов и архитектурных проектов. Без проработки конструкции инженерам-конструкторам. Без подготовки рабочей документации. Я говорю не о тех 5-7 листиках с рисунками меблированных комнат и фасадов с нарисованными тенями, которые вам пытаются продать дизайнеры. А о рабочей документации, которая выполнена инженером-конструктором и содержит исчерпывающие сведения о конструкции и пошагово сопровождают рабочего и прораба. Или вас, если вы исполняете обязанности прораба на своем участке при строительстве дома, от земляных работ до пуска всех систем дома в эксплуатацию. При отсутствии проекта фактическим главным инженером и конструктором вашего дома становится многоглавый дракон с головами всех нанятых вами бригадиров, прорабов и подрядчиков. На начальных стадиях неисправимых ошибок мало. Они очевидны даже не специалисту. По мере продолжения работ количество ошибок растет, а диагностика этих ошибок требует все большей квалификации. И наступает момент, когда становится очевидным, что стоимость исправления ошибок и всех переделок будет существенно дороже стоимости продающихся готовых домов. А уже появившийся к этому моменту опыт подсказывает, что скорее всего вложенные в переделку силы, время и деньги не исправят ситуацию. Поэтому так важно детальная инженерно-конструкторская проработка проекта вашего дома до устройства фундамента, возведения стен, перекрытий и кровли. Пройдите тест и получите подробную 40-страничную инструкцию по строительству дома. Эта инструкция поможет вам построить дом как самостоятельно, так и с подрядчиком. Дома, готового к проживанию. Второе. Отсутствие понимания до начала строительства полного бюджета реализации проекта дома, готового к проживанию. Существенное заблуждение даже в приблизительной оценке стоимость реализации мечты, когда большая часть иногда даже еще не заработанных денег вкладывается в стоимость покупки материалов для возведения нежилой коробки. Грустно смотреть на многочисленные фундаменты домов, заросшие бурьяном на заброшенных участках. Остовы домов в стиле рококо, недошедшие не только до отделки интерьера или до лепных украшений фронтонов, а даже до черновой штукатурки фасада. Дома в стиле рококо с крышей, закрытой металлочерепицей. Наброшенные дома из кирпича или камня, в которые даже не вставлены окна. Или на собственника небольшого дома, который пытается сэкономить 50 тысяч рублей за счет квалификации исполнителей, при установке окон, потратив перед началом строительства 150 тысяч на подготовку дизайн-проекта. Почему каждую из этих строек начали? Почему были так уверены в успехе в начале? Потому что не знали полного бюджета. А рядом, как правило, были заинтересованные или безответственные консультанты, советчики, эксперты, которым было важно быстро продать проектные работы, керамические или газобетонные блоки, коробку дома или просто продемонстрировать и продать свою компетентность. Назовут ли такие советчики реальную стоимость внутренней отделки, фасадных работ, полную стоимость инженерных и инфраструктурных работ? Нет. Потому что правда заставит задуматься вас, платильщика. Не позволит быстро заключить сделку, получить быструю прибыль, заставит уменьшить размеры дома и цены уже запланированной сделки на проект, фундамент, коробку или на покупку стеновых материалов. А запомнившиеся вам низкие цены за будущие работы потом будут оправданы непониманием предоставленной информации, в которой вам говорили о стоимости работ без материалов, о минимальной стоимости в самом бюджетном, но очень непопулярном исполнении, об ушедшем времени, высокой инфляции и подорожавших материалов. Во многих случаях полная цена возрастет в 3-4 раза. Конечно, при обращении к исполнителю вы получите смету, но это будет либо актуальная смета на основании осмотра вашего, готового к работам объекта, либо, если вы не показываете объект, будет дежурная смета с заниженными ценами, несуществующими материалами, с белыми пятнами под целым разделом работы. Например, вам указали окраску стен и не указали работ по подготовке стен под окраску. Указали заведомо заниженную толщину штукатуры на его покрытие стен. Вас не обманули. Вам потом разъяснят, как выглядит окрашенная стена без подготовки. И где можно выровнять кирпичную укладку 5-миллиметровой штукатуркой. Реальная цена предоставляется заказчику перед заключением сделки. Поэтому компании, которые строят для вас дом под ключ, предоставляют вам полную и правдивую информацию о полной цене строительства. Будьте бдительны, ведь так хочется согласиться с менеджером, обещающим дом из рекламы за 2-3 миллиона рублей. Остальное, по его словам, сделать совсем несложно. Стойте! Остальное самое сложное. Самое сложное – это продумать и довести до ума любое дело до конца. А уж такое сложное и многофакторное, как строительство дома, особенно сложно. Третье. Самовольное внесение изменений в утвержденный проект в процессе строительства. Попробую донести до вас эту боль на конкретных примерах. Пример первый. Почти пустяшный. Дом построен, все сделано, идут финишные работы. Заказчик видит работу установщиков дверей и внезапно принимает решение о замене направления открывания двери. Стойлер говорит, что сделать это возможно и соответствующим образом врезает замковую фурнитуру. Дверь установлена, приходит электрик, начинает ставить выключатель и становится понятно, что когда заказчик теперь открывает дверь и хочет включить свет в помещении, то не может, так как выключатель оказался за дверью. И теперь нужно либо купить новую дверь и поставить ее по проекту, либо штробить готовые стены, прокладывать проводку и перекрашивать стены, либо жить с выключателем за дверью. Над этим можно было бы посмеяться, если бы не было так грустно. Я с этой проблемой сталкиваюсь ежегодно. Второй пример также достаточно распространен. Коробка дома построена, стены перекрытия изготовлены, приступаем к отделке. Семья отправляется в специализированный салон заказывать лестницу. И одному из членов семьи очень нравится роскошная лестница с блюстрадой, которая немного больше запроектированного и уже сделанного проема. Менеджер салона лестницы горячо поддерживает члены семьи и авторитетно заявляет, что расширение проемов в межэтажных перекрытиях это обычное и пустяшное дело. После этого заказывается и оплачивается новая лестница, а на объекте в конструкциях межэтажной плиты перерубаются все арматурные каркасы, заложенные вдоль этого проема. Или в доме со сборными перекрытиями перерезаются несущие балки. Просто беда. А кто в этом виноват? Конструктор здания больше на стройке не присутствует, так как давно выполнил свою работу. А рабочие отделочники не смогли отказаться от высокой оплаты за резку проема, далеко не всегда понимая о всех последствиях таких действий. Вот и третий пример. При проектировании здания для корпоративного отдыха техническим заданием и проектом не предусматривался монтаж камина на балконах. Здание должно было выглядеть примерно так. Мы отредактировали изображение в фотошопе. Обратите внимание на естественный водосток по внутреннему углу с кровлей площадью более 60 квадратных метров. Но собственный заказчик в ходе строительства неожиданно захотел смонтировать на балконе камин. Он в ходе строительства вмешался в ход производства строительно-монтажных работ и настоял на монтаже камина. Заметьте, что ни один уважающий себя проектировщик не дал бы согласия на это непродуманное решение. Но проектировщика не спрашивали, а исполнители хотели сохранить хорошее отношение с заказчиком и не смогли отказать выполнение недопустимых, но хорошо оплачиваемых работ. И вот что получилось. Куда течь в воде? В конструкции стены? В спальню? Надеюсь, что этих примеров достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что после подготовки и утверждения проектной документации лучше воздержаться от реализации внезапно озаривших вас идей по изменению продуманных и проработанных коллективом специалистов архитектурных, интерьерных и технических решений. Если все же нет возможности сдержать желание внезапных перемен, то необходимо остановить работы, пригласить тех же проектировщиков и дать им время на изучение ваших идей, дождаться внесения ими изменений в существующий проект. Разбирая и обобщая начатую тему, мы подходим к самой сути разбираемой сегодня ошибки, которая наносит огромный вред процессу и результату строительства, суть которой выражается в безэбелляционной позиции «Я знаю, как надо». Вместо того, чтобы подвергать сомнению внезапные познания, свалившиеся вместе с первой рекламной ссылкой, написанной опытным маркетологом на сайте «Однодневки», человек начинает сам пропагандировать и преданно отставить загруженную в него информацию. Рядовому менеджеру или прорабу часто не хватает опыта, компетенции и авторитета для аргументированного разъяснения негативных последствий от реализации идеи, внезапно посетившей собственника. Друзья, если вы планируете строительство своего дома и хотите, чтобы проблемы, которые я описал, обошли вас стороной, то я рекомендую вам скурпулезно и требовательно подойти к выбору специалиста-строителя или компании, которые будут сопровождать вас от мечты до готового дома. Для этого у вас должны быть понятные и обоснованные критерии отбора. Мы разработали специальный чек-лист, который поможет вам сделать грамотный и взвешенный выбор. Чтобы получить его, просто перейдите по ссылке в описании к этому видео, заполните форму, и мы пришлем вам в подарок чек-лист для оценки подрядчика. Берите, пользуйтесь, и никто не сможет обвести вас вокруг пальца с заманчивыми предложениями, за которыми скрывается целый айсберг непредвиденных расходов. Четвертое. Недооценка масштаба предстоящих задач, дел и забот, а также переоценка собственных знаний и компетенций и связанные с этим принятие важнейших управленческих, инженерных и финансовых решений на основании сомнительных источников информации и бесплатных ресурсов. Наиболее ярким примером такого подхода является строительная концепция. Сейчас начнем, а потом разберемся. И далее начинается процесс. Пока дают персональные скидки, купим стеновой материал. Переплачивать никому не нужно, но придется потратить много своего времени на принятие конструктивных решений, от которых зависит расчет закупки. Материал куплен и лежит от трех до шести месяцев. Наконец нашли каменщиков и возвели стены. Несколько поддонов одного материала осталось, а три-четыре позиции пришлось внезапно покупать. И это обесценило все выгоды, полученные от скидок. И это если нет ошибок в расчете. Стены стоят, но они мокнут. Нужно срочно закрыть их крышей. Проемы коробки заливает дождем, в них задувает снег. Оперативно оплачиваются и устанавливаются окна и входная дверь. Такой подход приводит к тому, что при монтаже фундамента и стен никто не задумывался о конструкции фасадной отделки. И созданные при возведении стен проблемы затем усугубили формальные установки окон и входной двери. Такие окна придется переставлять или дополнительно платить за устройство внешних откосов. Кроме того, при спешном выборе подрядчика для устройства кровли при отчаянном торге все равно значительно переплатили. Но самое обидное, что за уплаченные деньги не сделали и трех четверти связанных с крышей работы, не придавая на тот момент значения их важности и приоритетности. Не установили декоративные лобовые доски, не подшили карнизы и свесы, не установили кронштейны и желобоводосточные системы, свес подкровельной гидроизоляции без капельников, не сделаны проходы в кровле для фанового и канализационного стояка, а также для каналов естественной вентиляции и для задуманного в мечтах камина. Люк-выход на крышу не сделали, и теперь для ее обслуживания нужно подниматься по 9-метровой приставной лестнице. На последнем этапе работ бригадир напомнил о важности монтажа снегозадержания снегозадержания над главным входом, и мы сделали снегозадержание с рабочими, приплатив в три раза. Но, так как решение об установке системы принималось уже после монтажа основного покрытия, то кровельщики не стали снимать черепицу, а просто поставили снегозадерживатели на существующую кровлю без усиления обрешетки. Но об этом станет известно только в снежную зиму, когда сорвет часть покрытия вместе со снегозадержанием и обрешеткой. И предъявить претензии будет невозможно, так как работы выполнялись без юридического оформления. И это проблемы только с крышей. С фасадом проблем не меньше. Но это малая часть проблем в сравнении с теми, которые предстоит разрешить между работающими электриками, сантехниками, штукатурами, плиточниками, малярами, специалистами по отоплению, вентиляции, кондиционированию и другими специалистами на стадии перехода от коробки к жилому дому. Сколько при этом будет испорчено дорогих материалов? Можно ли взыскать стоимость испорченного? Так что же делать? Как строить правильно? Есть два общепризненных подхода к строительству индивидуального дома. Первый вариант. Перед получением разрешения на строительство вы нанимаете профессионального инженера-строителя, который проходит с вами от самого начала до приемки готового дома в эксплуатацию. В большинстве европейских стран такая работа сертифицируется, как, например, работа врача или юриста. Что должен сделать этот специалист? Первое. Нести перед собственником юридическую ответственность за конечный результат. Дом, готовый к проживанию. Второе. Участвовать в семейном обсуждении проекта дома. Третье. Заказать исследование грунта и получить технические условия на подключение к местной инфраструктуре. Четвертое. Подготовить необходимые документы и получить разрешение на строительство. Пятое. Заказать рабочий проект фундамента и работ по подключению зданий к источнику воды, фекальной, технической и ливневой канализации, проект заземления, подключение к электрическим и слаботочным сетям, проект газификации. Шестое. Организовать конкурс подрядчиков на работы нулевого цикла, чтобы собственник принял решение о выборе исполнителя. Седьмое. Обладая знаниями и необходимыми компетенциями от имени собственника, он принимает работы, выполненные подрядчиками. Восьмое. Находит исполнителей рабочей документации для всех разделов проектирования, обсуждаемых собственником. Девятое. На основании подготовленных рабочих проектов проводят конкурсы подрядчиков и собственник принимает решения о выборе исполнителей на каждый из разделов работ. Десятое. Консультирует собственников в выборе материалов и комплектующих будущего здания, отвечает своим портфолио и отзывами в социальных сетях за данные рекомендации и советы. Одиннадцатое. Специалист готовит календарный план финансирования и выполнения работ на объекте, утверждает его с собственником и с подрядчиками. Организует работу разных подрядчиков на объекте, принимает у подрядчиков скрытые работы, выполненные этапы, контролирует поступающие на объект материалы. Тринадцатое. Проводит совместно с подрядчиком пусконаладочные работы и испытаний системы конструкции, проверяет и принимает схемы, инструкции и документы, необходимые для эксплуатации здания. Четырнадцатое. Проходит процедуру государственной приемки с законченного строительства. Стоимость услуг такого специалиста, например, в Германии, определяется в процентах от стоимости строительства и составляет более 20%. То есть большинство собственников дома заплатят такому специалисту от 50 до 150 тысяч евро. Есть ли альтернатива? Да, есть. Это комплексное строительство с одним подрядчиком. Друзья, если для вас актуален вопрос строительства загородного дома и вы хотите построить дом мечты, то кликните по ссылке, пройдите тест и получите электронную книгу от проекта для заселения, которая поможет спланировать вам любое строительство и избежать многих ошибок. Я строю индивидуальные дома более 30 лет. В компании Бако работают очень опытные и знающие консультанты, проектировщики, технологи и строители. Большинство сотрудников работает в компании более 10-15 лет. Приезжайте после карантина в наши офисы-образцы или воспользуйтесь услугой видеозвонок. После системного разговора о вашем строительстве вам будет проще принять обоснованные решения о вашей стройке. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео о домах, построенных компанией Бако. Отсутствие должного внимания к аспектам, связанным с эксплуатацией будущего дома. Причислю три главных фактора, на которые нужно обращать внимание при планировании, проектировании, строительстве и сдаче в эксплуатацию будущего дома. 1. Выбор оборудования и материалов с учетом удобства и цены их технического обслуживания. 2. Подготовка конструктивных решений дома и систем жизнеобеспечения с учетом технологичности и удобства их технического обслуживания и ремонта. 3. Подготовка схем и инструкций для эксплуатации дома и систем жизнеобеспечения уже на стадии проектирования, а также актуализация их в конце строительства. Поясню сказанное на примерах. Фактор 1. Выбор оборудования и материалов с учетом удобства и цены технического обслуживания. Владелец дома в интернете нашел эксклюзивную немецкую систему отопления на базе грунтового теплового насоса. Водушевился от просмотра прекрасного видеоролика о счастливой жизни в Германии. Укрепился в своем решении при общении с опытным и высококвалифицированным менеджером. И далее идея не расходовать топливо для отопления собственного дома полностью овладела человеком. На пути к намеченной цели он уже не обращает внимания на, казалось бы, очевидные вещи. Он не задумывается, что стоимость монтажа теплового насоса, трех теплообменных скважин, теплоаккумулятора и прочего оборудования составляет более полутора миллионов рублей. Что в лучшем случае при 30-летнем ресурсе оборудования только амортизация будет обходиться по 50 тысяч рублей в год. Что для получения 18 киловатт геотермальной энергии оборудование будет расходов не менее 6 киловатт электрической энергии, которые обойдутся жителю коттеджного поселка, более чем в 800 рублей в сутки. Но самый неприятный сюрприз случится перед Новым годом, когда в результате скачка напряжения в сети зависает блок управления системой отопления. Владелец замерзающего дома начинает искать специалиста по эксплуатации этой системы. Все, кто продавал это чудо, теперь отделываются пустыми словами и отключают свои телефоны. А когда наконец находится телефон единственного специалиста, который способен помочь в диагностике и ремонте этого оборудования, то оказывается, что он уже отдыхает на Мальдивских островах и прилетит в Москву только 14 января. Вот вам и дорогое, и эксклюзивное оборудование. С проблемами эксплуатации можно столкнуться, приобретая не только дорогую, но и дешевую технику. Вы можете купить недорогую станцию биологической очистки источных вод от небольшой новой компании из региона, которая пытается выйти на московский рынок. Такие компании любят добавлять к названиям слова «конферсионное», «нанотехнологичное», «инновационное» и убеждают вас, что не нужно переплачивать за бренд. Такая установка обычно стоит на 20-30 тысяч рублей дешевле популярной и распространенной. Но через три года вы понимаете, что кроме вас больше никто не знает септиков с такой торговой маркой, не знает, где брать для них запасные части и как их обслуживать. А дальше ваша экономия уходит на оплату эксплуатационных издержек. И еще короткий пример. На эксклюзивном унитазе уже через год стал плохо закрываться клапан накопительного бачка. Звонок продавцу в VIP-салон обогатил владельца знанием, что у него в Одинцовском районе течет вода, не отвечающая европейским стандартам качества. Гарантия на него не распространяется. И теперь нужно заказывать новый клапан, который придется ждать более двух месяцев. И он будет стоить от 15 до 20 тысяч рублей. Согласитесь, есть о чем задуматься и делать выбор без эмоций. Очень важно, уже на стадии проектирования запланировать решение, которое обеспечит технологичность обслуживания отдельных частей и систем здания. Часто мы сталкиваемся с дилеммой, когда решения, ориентированные на удобную эксплуатацию, очень существенно увеличивают стоимость строительства. Вы не хотите тратить лишние деньги, а хитрому и безответственному исполнителю достаточно просто назвать вам низкую цену и промолчать о негативных последствиях такого решения. Все ваши трудности проявятся только при эксплуатации. Что я имею в виду? Приведу примеры и дам несколько рекомендаций. Пример первый. Дренажную сит на участке можно сделать и без ревизионных колодцев, но промыть ее от засоров без таких колодцев практически невозможно. Пример второй. Сделали скважину на воду. Для организации всесезонного водоснабжения водопровод прокладывается на глубине ниже глубины промерзания. Это примерно 1,6 метра. А над скважиной монтируется подземное сооружение кессон. Это значительные расходы. Вы сомневаетесь в их необходимости. И тут появляется советчик, который рассказывает вам о чудо-решении. Скважинный адаптер за 4000 рублей. И водопровод под землей, и деньги в кармане. Только в этот момент никто не рассказывает вам, что будет через 5-7 лет эксплуатации. И вот прошли годы, и глубинный насос нужно срочно достать для технического осмотра или обслуживания. И тут становится понятно, что скважинный адаптер за прошедшие годы прикипел. И рассоединить его части на глубине 1,6 метра в обсадной трубе не получается. А извлечь насос из скважины с неразобранным адаптером невозможно. За прошедшие годы в доме, куда поступала вода из скважины, все привыкли к постоянной и комфортной жизни. Там живет пожилая бабушка. Почему-то такие поломки всегда происходят именно зимой. И вот зимой простое техническое обслуживание насоса превращается в спасательную аберрацию бабушки, со срочной эвакуацией ее к внучке и ее мужу или в срочной земляной работе зимой в промерзшем грунте. И тут уже о былой экономии при установке кессона лучше никому не вспоминать. Если в доме крыша расположена выше 5 метров от земли, то лучше не экономить на установке люка для выхода на крышу. Подняться по приставной лестнице на 6 метров и вылезти через карниз на крышу, а потом спуститься оттуда сможет только в хорошую погоду не каждый опытный верхолаз. Закладывайте в проекте дом различные лючки, дверцы, люки. Старайтесь не допускать в конструкции скрытых для доступа полостей, таких как техническое подполье или чердак. Не повторяйте этих ошибок. Готовьтесь к успешной эксплуатации дома еще на стадии планирования строительства, чтобы получить от жизни за городом только здоровье и положительные эмоции. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам в мессенджерах, чтобы не пропустить видео о новых домах, построенных компанией Бако. Ссылка на подписку в мессенджерах в описании. С вами был Андрей Бобренков, до встречи на канале. Субтитры создавал DimaTorzok